Известно, что бокс – это спорт, о котором чаще других снимают фильмы. На минувшей неделе ивановцы увидели поединки не на экране, а вживую. В городе прошел открытый чемпионат по боксу. Участники – юноши, которые только начинают прокладывать себе путь к большим победам. 154 участника на данном турнире. Не только, ну, как и в Ивановской области присутствуют, и также город Москва, Владимир, Кострома. Ну, то есть, ребята собрались побоксировать. И, то есть, это турнир известный в Центральном федеральном округе, и также и в России. И нас старались не бежать и посещать. Финальный бой – он трудный самый. Одержав победу на отборочных этапах, в минувшую субботу на ринге встретились сильнейшие. У каждой пары боксеров есть всего три раунда, чтобы показать себя, проявить характер. Если и падаешь, найди силы подняться. Этот спорт учит стойкости, тренирует не только мышцы, но и силу воли. А еще бесстрашие, ведь бокс считается одним из самых жестких и травматичных видов спорта. Выглядят поединки действительно устрашающе. Соперники не дают друг другу поблажек. Потому о возможности получения травмы знает каждый, кто решил заниматься боксом. Я этот бой проводил с травмой. Ушиб. Ушиб. Мне ударили сюда. Вообще можно нос сломать, челюсть, рассечения много. Ушибы-то. Но есть и другая сторона медали. Каждого спортсмена с первых занятий учат. В боксе главное – не нанести удар, а уметь от него защититься. На тренировках отработки техники защиты уделяется едва ли не большее внимание, чем нападению. Немаловажно также размяться перед боем. Разминаешься, когда разминаться, лучше. Некоторые боксируют раз ногу потяну, руку. Лучше боксируют. Разминать кисти, все разминать. Можно там руку выявить просто в бою. Но неправильно то, что бьешь. Несмотря на все трудности и опасности, на тренировках и соревнованиях спортсмены выкладываются на 100%. Каждый боксер, начинающий или уже состоявшийся, мечтает, чтобы после финального сигнала рефери поднял вверх именно его руку. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.